На 2 апреля в Тверской области не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в настоящее время в регионе подтверждено 5 случаев заболевания COVID-19. Двое заболевших уже выздоровели. 27 марта они выписаны из больницы. Три пациента проходят лечение. В период пандемии медики разъясняют, что симптомы коронавируса отличаются от ОРВИ и гриппа. Чтобы предотвратить панические настроения, мы обратились к врачам, которые рассказали о первых симптомах инфекции грамотно и четко. Слово передаю нашему корреспонденту Марии Шаловановой. Эпидемия острых респираторных вирусных инфекций, ОРВИ или, как говорят в народе, простуд, накрывает россиян ежегодно. Самым опасным считается период с октября по апрель. В этом году эпидемиологическая ситуация обострилась в связи с распространением COVID-19. Тем не менее, в Тверском Роспотребнадзоре говорят, что эпид-порог пока низкий. У нас заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидемических порогов. За период слежения с сентября 2019 года по сегодняшний день наша область ни разу не перешла этот рубеж. Это очень хороший показатель. Это связано в том числе, что наши граждане прошли иммунизацию. 45% населения было привито против гриппа. Поэтому каких-то случаев гриппа и летальных исходов, тяжелых, у нас не было. А теперь стоит разграничить симптомы. Для простуды характерный насморк, боль в горле, общее недомогание. Редко когда, но поднимается высокая температура. Отличительные черты гриппа. Температура под 40 градусов, кашель, боли в суставах и голове. Человек чувствует усталость. Сегодня один из наиболее эффективных способов борьбы с гриппом является вакцинация. Ежегодно штаммы вируса гриппа меняются в силу достаточно высокой изменчивости. Поэтому и Всемирные организации здравоохранения, и Министерство здравоохранения Российской Федерации говорят о том, что нужно вакцинироваться ежегодно. Вакцины ежегодно обновляются. Одним из главных различий между китайским вирусом и обычным гриппом является скорость передачи. Грипп имеет более короткий инкубационный период и серийный интервал – три дня. Для COVID-19 этот период составляет пять или шесть дней. Это означает, что грипп распространяется быстрее коронавируса. Коронавирус – это один из этиологических агентов острых респираторных вирусных инфекций. Потому что эти инфекции, они передаются аэрозольным механизмом передачи. Коронавирус, по словам специалистов, до конца еще не изучен. Но все знают, что в группе риска люди старше 60 лет с ослабленным иммунитетом. В любом случае, медики советуют, что при любых симптомах необходимо обращаться на станцию скорой помощи или к своему терапевту. Ведь сегодня наибольший процент заболевших – это взрослые. Причем в Тверской области даже при обычном гриппе детей тестируют на осложнения. Об этом рассказала заместитель главного врача детской областной клинической больницы. В настоящее время у нас с подтвержденной пониманием находятся два ребенка. На коронавирусную инфекцию они обследованы, анализы отрицательные. С признаками УРВИ пациентов в среднем это 10 человек. Как обычно в эпидемиологический сезон. Самостоятельно никаких диагнозов себе или близким людям ставить не нужно. Тем более пользоваться непроверенной информацией в интернете или с других источников. Поэтому региональное министерство здравоохранения организовало горячую линию. Ее номер 8 800 333 93 72. Также со всеми вопросами вы можете обращаться и на горячую линию нашего телеканала 341 341. Звоните и задавайте свои вопросы. А мы, в свою очередь, жалобы и обращения перенаправим в соответствующее ведомство.